Ну, сегодня у нас Нелегкая тема Нелегкая тема, да, второй ролик Да, второй ролик Мы снимаем в этом месте За один день Один за другим В больном состоянии Но не один за другим мы предварительно сели Очень хорошо подумали, потому что Тема такая Знаете, этот ролик может вызвать очень Он не может, он вызовет бурю эмоций Среди вас, подписчики И позитивных, и негативных, и правильных, и неправильных Сразу хотим сказать На негативные мы просто не обращаем внимания Поэтому вы можете их выражать На очень негативные пусть будем удалять А ваше мнение Оно останется, конечно, ваше мнение Лучше, это Моя личная просьба Как главы семьи Можно Попросить вас Негативные комментарии оставить при себе Потому что это ложится психологическим Грузом и давлением На мою жену На мою вторую половинку Лучше ей просто этого не читать В принципе, это никак не повлияет на наше решение в семье А вот Со своим сердцем бороться приходится С болью приходится бороться Это отражается на наших отношениях Отражается на отношениях с детьми Поэтому Если знаете Лучше поставьте дизлайк И все Вы даже еще, видите, не знаете тему А уже это Уже сразу же Что такое случилось На самом деле Наша тема будет очень важна Потому что В последнее время Нам приходили посылки И Почему мы решили снять этот ролик Потому что Очень многие люди написали В личку Не в личку В комментариях Просят адрес Чтобы высылать посылочки нашей семье Какие-то подарочки Нашим детишкам И поэтому Мы решили затронуть эти темы Прямо напрямую Вот так Знаете Глаза в лоб Потому что Кто-то Ну давайте начнем с того Наверное самое первое Что мы очень-очень благодарны Всем кто волнуется за нашу семью Очень благодарны Очень благодарны Каждому Кто отправил нам какую-либо посылочку Очень благодарны За все Что вы для нас делаете Пишите для нас Спасибо за сердца За желания За помощь Поражают люди Которые вот Вкладывают свое сердце Высылают нам Что-то Вкладывают свои финансы Свое время Волнение за нашу семью Любовь Вот все эти эмоции Мы очень благодарны С другой стороны Мы не можем Не снять это видео Потому что Все набирает Такие обороты Которые будет тяжело Потом остановить И лучше это сейчас Где-то Ну поставить Как это сказать Ну немножко Не то что границы Как это Определиться с вами Да Как-то вот Рассеять какие-то Я даже не знаю Как нормально выразить Некоторые Я сейчас добавлю Некоторые пишут Что Вы не думаете Что это может Разбаловать ваших детей Вот такое количество Наплыв подарков Множество игрушек Всего То есть Как бы мы видим Да Что есть Я не то что скажу Знаете Как Все что Чрезмерно Да Что занна То не здраво Что чрезмерно То не здорово Оно не приносит Той радости Не приносит Той благодарности Не приносит Той пользы Когда Один допустим Подарок прислали Спасибо Та-та-та Классно И они им играют И они им Да там Поиграли сегодня Ну грубо говоря Завтра кто-то другой прислал Потому что У вас много А они Ооо Теперь это А то уже оставилось А то уже оставилось А то уже оставилось И мы чувствуем Что есть такая нотка Как бы Слишком много игрушек Я не так Та завтра что-то еще Та завтра будет Та поломалось Ну ладно Завтра пришлю То есть Пропадает благодарность Пропадает вот та Детская и наивная Благодарность Ну не то что Благодарность Она не то что Пропадает даже Пропадает чувство Притупляется Не то что Неблагодарность пропадает Немножко не так Скажут дети Неблагодарные Они благодарны За каждую посылку За каждую игрушку Притупляется чувство Вот Ответственности за игрушку Чувство что Ее нужно беречь Что ее нужно лелеять Больше вот это пропадает Потому что Ну Эту разукрашка не понравилась Ну вот это Ну вот это вот так вот где-то но знаете отношение к игрушкам становится немножко у детей как же это сказать халатное что не халат хотя мы их больше за это такой как халат такой скажем ребят на самом деле вот о чем пойдет речь вы так как-то все-все-все вместе находили как-то не начали сначала может быть как предисловие мы когда переезжали из украины перед сборами сюда вы задались целью я объясню просто немножко картину ситуацию я знаю что злые языки сейчас это перевернуть все и начнут писать гадости которые их не что не удержит на то не злые языки вот люди мудрые они поймут о чем мы сейчас говорим и те кто за нас волнуется я надеюсь отнесутся с уважением с пониманием и без вообще никаких обид потому что на самом деле тролик нам дается очень трудно очень трудно потому что мы знаем что можем чувствительных людей задеть где-то мы будем стараться этого не делать в словах но нам важно высказать то что у нас есть на сердце наше волнение наши желание как родителей для наших детей тогда нютка потише там кисенька мы снимаем не надо а не посмотри на меня подожди вообще полностью прекрати делать хорошо мы когда переезжали из украины мы приняли решение что от многих игрушек мы откажемся что у наших детей не будет переизбытка игрушек мы вообще не ожидали что канал принесет вот такой поворот событий вообще никогда не ожидали для нас канал был это что-то одно жизнь наша это другое сейчас это все вот так тесно переплелось подписчики канала стараются участвовать в нашей жизни в жизни наших детей за что мы им очень благодарны вам благодарны и получается что сейчас теперь по сути не мы стали выбирать направление развития наших детей а отчасти это развитие выбирает подписчики и в каких-то вещах оно совпадает с нашими взглядами каких-то не совпадает совершенно и получается что мы планировали себе перед аж самым перед переездом когда еще только создавался канал чтобы просто не понял что вдруг мы раз и сейчас приняли решение и вот вас не поставили в известность мы принимали решение одно как бы вкладывать детей науку выживания науку ориентирования в местности науку ориентирования в лесу сбор ягод каких-то грибов добывание дичи на ней распознать следы плести веревку например там конструирование чтобы дети учились у нас мальчики учились очень глубоко работать инструментами больше туда в развитии вклады чтобы у них каждый был был молоток гвозди своя инструментная коробка какая-то чтобы они знали это пашина это темы на да это сашина анечку мы хотели направлять больше чтобы мы сами шили одежду себе кулинария что мы учились готовить своими руками без всяких приспособлений там дома дня в их вот этих получилось так что пришла жизнь каналу нашу семью и очень много полилось в семью такого чего бы мы например но никогда бы сами например не купили ну даже вот мы почему когда встречали посылки мы говорили мы даже не знали что такое существует конечно каждой посылки радует нас очень сильно потому что каждая посылка не это не то что внутри находится это в нашей жизни и вот из-за того что все больше и больше вы ребята пишите что хочется чего-то отослать как-то ребятишек порадовать мы бы хотели обратить ваше внимание ребята пожалуйста советуйтесь очень больно когда например ну нам не нравится какой-то стиль игрушек даже нам высказывали вы не благодарны там прям в посылке греть а мы этого не едим или еще что-то а что нам делать но вот как нам по-другому уведомить тысячи подписчиков которые там сотни из них собирается нам отправить очередную посылку они увидели что нам прислали сникерсы что мы им обрадовались да и нас засыпят этими сникерсами например мы вынуждены говорить что ребят мы отказались от этого как нам еще ставить в известность людей и будет знаете лицемерством и как-то странно бы человек потратил свои деньги выслал там ребятишкам сникерсы мы от них отказались но мы тихонечко молчилам об этом да чтоб не дай бог никого не за них еще шлют 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 мы снимаем что мы типа радуемся лицемерно улыбаемся а ребята снова сникерсы пришли а потом выбрасываем и куда-то там и это будет странно то есть это неправильно мы считаем это вообще недопустимо поэтому ребят мы вот снова сидели с борьей только что прям составили такое знаете как направление нашей жизни чего мы хотим чтобы дети учились мы больше не составили направление а просто сели и вспомнили какие у нас были мечты с украины из-за того что у нас сейчас насколько напряженная вообще ситуация в нашей жизни что у нас и документы и восстановление и поиски и там поездки и вот это все вот будет налаживание оно как бы так засосало что у нас размылось да может говорить все умнее извиняюсь говорю боря куда мы идем она ритта не говорит из-за того что так тяжело сейчас я просто плыву по течению то есть иногда просто хочется вообще вот закрыть на все глаза и думаешь хоть бы пережить еще эту неделю все надо хоть бы пережить еще этот месяц вот бы даже для того как туда сдадим документы там будет полегче там будет и уже хочется просто нечем пока не думать и думаешь будет свой дом начнем снова за что-то думать но из-за того что обороты с посылками набирает вернее такой знаете как как лавинообразная да вы вынуждены сгорели растет вынуждены были сесть вспомнить к чему мы стремимся чего мы ожидаем от наших детей чего мы ожидаем сами от себя и вообще вот сели сможем вспомнить для чего созданы игрушки были раньше для чего раньше игрушки создавали с целью детям преподнести обычную бытовую жизнь в интересной форме ребята задумайтесь научить научить девочку готовить в интересной форме ей дарили по сутку да она готовила в релос супчики куклы для чего девочкам делали ну что нас материнством раньше когда не было автомобилей просто мы противники автомобилем несмотря на то что они у нас есть они есть до поры до времени будут лошади мы будем как-то отказываться от автомобилей не цепляемся сейчас за эти тонкости мальчиков раньше чем учили в странах воинственных учили брать в руки оружие мальчиков и мечи щиты это были игрушки плащи в фермерских каких-то в странах где вот раз это было скоты саму овечки эти как их проща луки да там то есть какие-то массу лосо да вот и возьмите и какие игрушки у мальчиков где ковбои да лосо не только в ковбоя в этих северных народов которые где-где делать это все оленями занимаются здесь вы понимаете стиль игрушек он всегда зависит от того в какой стране ты живешь и чему сама нация пытается научить и если ты в городе то там ты мост строишь или там машина или краны и вот мы подумали какое направление игрушек мы хотим видеть в своих детях уже и мы вспомнили больше волнели какие-то границы снова начерти потому что они были в связи с этим года было очень тяжело все ну как-то размылась 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 и пора это все возвращать назад ребята мы хотим я скажу сразу вот это это не список того чего мы ожидаем это нет мы просто много из этого планировали покупать и будем покупать это не вопросы вышлите вы нам это или не вышли ки мы хотим помимо вот этого всего есть куча куча всего просто немножко перечитал список перечитал список мы хотим дать направлении в какую сторону вот если вы хотите найти порадовать наших ребятишек лучше игрушку лучше 1 игрушка лучше 10 каких-то которые мне понадобятся вот мы все это мы вот думали какие мы считаем игрушки практичные и полезные нашим детям хоть приблизительно чтобы ориентировались как мы мыслим вы можете ничего отсюда не высылать вообще никого ничего не требуем честное слово и не просим и не просим никого не дай бог просто что люди которые вот мы хотим и все выслать что вот этот ролик именно снял для того чтобы вы поняли наше направление наши как это сказать мы люди открытые и честные еще раз повторюсь мы не любим лицемерить мы не любим вот это ходить вот так значит осторожненько намекнуть чтобы нам что-то выслали как некоторые говорят что-то вы счастливом час говорили мы хотим себе это купить да мы все хотим купить то есть без всяких подвохов типа вот мы скажем что мы хотим купить а раз нами пришли ребята ни в коем случае просто засыпали посылками я понимаю что этот ролик не остановит людей которые хотят сделать детям приятно но мы вас очень просим вместо каких-то множество множество игрушек вместо во первых просим советоваться очень просим советоваться если вы решили что-то выбрать ребенку вы выбрали там или у вас что-то есть напишите скажите хочу выслать это как воспримут ваши дети как может у нас уже это есть например или может им вообще такой стиль игрушек не интересен есть игрушками которыми не вообще к ним не притрагиваются есть игрушки которыми днями 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 чуть ли не каждый день играются поэтому ребята это обычно просто что уважение к нашим ребятишкам, мы очень вас просим отнестись к пониманию. Я просто перечислю то, что покажет наше мышление, и чтобы было шикарно, вот в каком направлении двигалась бы наша семья. Мы об этом просто мечтаем. Например, Анечка, очень мы мечтаем, чтобы она научилась сама шить одежду. Было бы шикарно. Если вы, например, мастер по шитью, вы умеете делать выкройки, вместо какого-нибудь конструктора, не знаю, вместо лишней барби, вместо, не знаю, там чего, не знаю, что можно там, какие-нибудь украшения, вместо феничек, разных заколочек, разных, ну, этого, выслать обычную выкройку, например, платья или юбки, которую мы с Аней доделаем вместе. У нас нет машинки швейной, нету. Но, может быть, мы бы стишками бы тупую юбочку, если уже выкройка есть. Но если есть выкройка, то у нас у друзей... Нет, чтобы мы с Аней сделали вместе. Мы бы с ней аккуратненько, аккуратненько, стяжочкой бы, например, начертили бы ровную линию, но мы вместе бы с ней это сделали. Она будет юбку. Это было бы время провождения. Во-первых, я проведу время с девочкой. Во-вторых, это будет шикарно. Вот Анечка со мной готовит. Она была бы очень благодарна за обычный фартушок. Передник. Передник для нее, под ее размеры. Под ее вот это. Стоит, улыбается. И что ты улыбаешь? Иди сюда. Подслушиваешь? Да. Подслушиваешь, слышала свое имя. Что ты скажешь о передничке? Вот сюда. Мечтаю. Она просто увидела у меня... Ребяточки, ребяточки, идите, пожалуйста, играйте. Просто Анечка услышала свое имя, стоит и улыбается. Услышала слово передничек, фартушок. Иди, Санечка. Недавно мы готовили, она говорит, мама, у тебя есть фартушок, а у меня такой. Поймите, ребенку вот в нашей жизни... Подожди, поправлю. Да потом поправишь, давай снимем ролик, потом поправишься. Они относятся с таким вот удовольствием, когда они могут подсоединиться к действиям папы и мамы. Например, у нас дети обожают карты. Смотреть, находить страны. Страны, политическая карта. Глобус, какая-то карта. Но карта у нас негде везет. Они мечтают о глобусе. Вот сюда можно. Вместо десяти конструкторов они очень будут благодарны за глобус. Например, это все к примеру. Паша и отвертка его лично, какой-то ящичек для инструментов. Скажите, мужи, главы семейств, кто в детстве не мечтал о хорошем пирочинном ножике? Или, например, да, мальчик, ножик, это же ножик. Понимаете, мальчика, ножик. Допустим, подарок на день рождения. Раз в год. Мальчишки, вспомните себя. Понятно, что сейчас мамы закричат, какой ножик в 5 лет ребенку. Ребята, это нормально. Они же не будут им тыкать. Мы же учим под наблюдением. У Пашки был ножик, он его потерял еще в стебле. Ему было 5 лет, да? Ему сейчас 7. 4,5. 4,7. 6. С 5 лет у него был ножик, он его потерял. Он учился им пользоваться. Он его закрывал. Понимаете, есть игрушки, которые развивают ловкости, мышлению. Наборы сделай сам. Которые полезны. Например, набор сделай сам, но не что-нибудь, просто поделку, которая выбросится. Например, лодка. Не моторная. Не моторная. Из дерева. Из дерева. Из дерева, который будет плавать. Которые они могут запускать потом на речке или на озере. Вот. Мы, например, сейчас, да и раньше были противники автомобилей, самолетов, вертолетов разных. Каких-то вот вещей, которые... Ну, ребята, мы от всего отказаться не можем. Но хотя бы не приучать любить это детей мы можем. Не восхищаться. Самолет полетел, который портит экологию. Какая радость. То есть мы их не учим этому восхищению. Да, это необходимость. Да, мы в этом мире живем. Но просто отнеситесь к пониманию. Мы хотим их приучать как-то вот, знаете... Отхождение от темы. Бинокль. Мальчишкам бинокль. Это ж какая красота. Я отойду. Отойди. Иди, отойди. Нет, я от темы отойду. Вы даже... А может, представляете, может, кто-то задумывался. Это так, полностью отхождение от темы. Нет, я не вижу полностью отхождение от темы. Но именно то, что Танюша сказал. Как-то утром я сидел, ко мне пришел кот наш на руки. Я сел и задумался. Задумался о каждой волосинке. Об изгибе его уха. Задумался. Именно... Да я даже так с пластилина слепить не смогу. Не то, что вот животное сотворить такое. Самолет, ну да. Сейчас он летает, завтра упадет. Хорошо, что там никого не будет. Или он сгниет просто на земле. Автомобиль тоже сегодня ездит, завтра поломается. А вот животное создать мы не можем. Или там что-то такое сделать. То есть больше как смотреть вокруг тебя, насколько все совершенно. Больше мы туда... Мы стараемся, мы стараемся сейчас, как это сказать, очень просим вас поддержать нас в этом, в понимании. Если вы хотите что-то прислать, то, что будет развивать физически детей, типа мяч, бадминтон, вот нам прислали, очень благодарный. Типа, не знаю, лук. Вот у нас дети мечтают о луке. Дартс, взрослый. Мишенька, Леночка, обожают вас дартс. Ребята, не поверите, вот такие там штыки, ни разу никто из детей не поранился. Играют в восторге. Это меткость учится. Дети учатся меткости, осторожности. И изучают острые предметы. Это очень классные вещи для детей. Такие вещи, как микроскоп. Ребята, какой мир открывается, изучая микроскоп. Изучается природа, состав, жучки, кровь, молекулы. Осторожно. Сашенька, Саша, тыди, смотри. Вот такие вещи, они самые классные для деток, которые, вот знаете, они будут наслаждаться, каждый день ими играться, развивать. Ребята, наши ребятишки, может у вас детишки выслали. Спальные мешки детские. Вот вспомните себя детьми. Я себя вспоминаю. Летом стоит во дворе палатка. И они туда пошли? Они пошли туда. Папа, мама, мы спать. Они залезли туда. Они, как уже, знаете, чувство такое. Мы достойны того, чтобы лезть спать самим. В палатке, в спальниках. Там, не знаю, с фонариками вот этими вот всеми. Это ж какое-то храждое для детей. Вот такое вот. Палатка у нас есть, хорошее. Палатка у нас есть поставить. Может у кого-то есть спальники, маленькие, вы выросли уже от них. Фонарики вот эти вот, знаете, которые заряжаются от розетки. Ну, которые... Или не на батарейках, которые постоянно нужно менять. Это гиблое дело, эти фонарики на батарейках. Вот в такого стиля игрушки. Они развивают... Удочки. Удочки. Мы сами можем купить. Конечно. Люди скажут, что вы здесь рассказываете, что вы хотите. Мы все собираемся это сами купить. Не пришлют мы купим. Пришлют будем благодарны. Просто что цель ролика не выложить в список, что нам присылать. А направить немножко в другом русле. То есть есть вещи, за которые дети будут благодарны, но которые научат их наловить себе рыбы. Что-то там, не знаю, развиться физически, да, там. Ну, гирями, непонятно, то сказать не будут, но... Типа велосипеды, вот, да. Типа, не знаю, что, скакалка, да, прыгать. То есть это ловкость, это сила, это, ну, зарядка. Типа, ну, какие еще игрушки. Вот мяч я назвала. Не знаю, что еще такое есть. Лук, вот, да, метко стрелять. Для чего нужен лук мальчику? Отогнать от овец лису. Убить, потому что она разносчик заразы. Один из вариантов, да. Добыть себе что-то. Все, все в пределах разумного, вместе с папой. Не так, что папа, я возьму лук, пойду на площадку. Ну, что, папа, попробуй, да, там, сойди детей пострелять, покажу, как я стреляю. Ну, то есть мы понимаем все ответственность. То же самое ружье. Понятно, что вам не надо его отсылать. Мы это сами все со временем купим, когда они дорастут. Сам момент. Ребенок должен, играя, обучаться повседневной жизни. Ну, вот, с мужем мы рассматривали пример радуги. Да, вот это, знаете, веселка, радуга. Черт, 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 пружинка, пружинка. Пружинка, беолее. Чему она учит ребенка? Ничему. Ну, вот, как она пригодится, умение этой пружинки в быту? Ну, никак. Ну, реально, никак. Очень много. А, не что? Искажает, искажает видение мира. Искажает, допустим, синий лев. Ну, это не про радугу мы говорим. Ну, о чем мы говорим? Да, мы не про радугу уже говорим. Какая? Мы говорим про радугу, а ты говоришь, она искажает, допустим, синий лев. Не, не, не. А, это ты уже перешел. Да, это я дальше. Радуга, она ничему не учит. Ну, поигрался, забыл, кинул, все. Или, закончишь, синий лев, ну, нету таких вообще зверей в природе, синих, такого цвета нету. Они вносят... Дисбаланс в голову ребенка. Дисбаланс, да, то есть, как бы, о, какой лев. А потом он раз вырастает, а таких на самом деле нет. Знаете, можно я скажу отдельная благодарность за яйца, которые нам прислали? И которые... А я тут. И которые кричат, я тут. А меня спрятали. Ку-ку там или что, а меня спрятали, да. Когда вы, если видели по роликам, Сашка с удовольствием их ищет, это развивает слух, ориентацию. Это шикарные вот такие вот вещи, которые учат. Но обратно же, когда их слишком много, они не успевают иммиграться. Поэтому, ребята, пожалуйста, если вы как-то хотите выразить любовь к нашим детям, пускай это будет один подарок в одной посылке. Итого, ребятушки. Можно говорить на эту тему очень-очень много. Очень много. Мы просим, ребят, если вы хотите сделать как-то приятно, пожалуйста, советуйтесь. Советуйтесь, потому что, ну, что делать с игрушкой, которую, например, вот вы прислали, вложили финансы, вложили свое сердце. Вы ожидаете, что она понравится нашей семье, нашим детишкам. Мы открываем посылку и не знаем, что даже сказать и сделать. Ну, лицемерить мы не умеем, ребят. Мы насколько открыты и честные люди, что, ну, ради приличия натягивать на себя улыбку и как бы радоваться, да, а на самом деле мы сожалеем, что, ну, просто, что игрушка не подходит. Либо у детей уже такая есть, и это уже третья, например, да. И, ну, мы даже не знаем, как в таких ситуациях поступать. У нас есть несколько выборов. Первый, вообще не снимать посылки. То есть вообще не снимать. Понравилось, не понравилось, вообще нашу реакцию не снимать. Чтобы не лицемерить, чтобы не это. Это мы говорим о будущем. Мы не говорим о тех посылках, которые уже присылались. Мы сейчас хотим определиться, чтобы и вам было легче, и нам было легче. Куда мы идем, как, ну, вот эти границы поставить. Второй выход, натягивать лицемерные улыбки, за все благодарить, потом выключать камеру и говорить, и что нам теперь с этим делать? Ну, просто идти раздаривать. Это будет неуважение прежде всего к вам, потому что вы вложили сердце, вы ожидаете увидеть, как этими игрушками будут играться наши дети, да. Вы вложили свои финансы, вы вложили время, потраченное на отправку посылки. Вы чего-то ожидаете от своей посылки, да, а оказалось, что, ну, 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 никак. И как нам? Либо вообще отказаться от любых посылок. То есть вот запретить всем их высылать и не принимать никакие посылки. Тогда мы тоже обидим очень многих, потому что очень многие люди стали нам близки, мы для кого-то стали очень близкими. Кто-то хочет за что-то отблагодарить, например, там, за какую-то помощь, за советы какие-то. Ну, у каждого своя мотивация совершенно. И получается, что мы в таком, встали в такое положение, что молчать об этом нельзя. А если мы говорим, это кого-то обижает. То есть, типа, мы носом крутим еще и еще. Ой, сейчас столько комментариев может посыпаться от вас, что я даже не представляю. Я снимаю этот ролик, снимаю, я уже представляю, что мне предстоит пережить. Честно, ребят. Я надеюсь, что вы будете уважительными к нашей семье, просто не оставите действительно гадостных комментариев. Просто услышите глубину того, что я хотела сказать. Не начнете цепляться за каждое мое или Борино слово. Поймете саму суть, что мы хотели донести этим роликом. И просто будьте уважительны относиться к нашей семье, к нашим принципам, к чему мы стремимся. Потому что мы никого не заставляем жить, как мы живем, но и просим уважать наши границы какие-то, нашу жизнь, наши стремления. Поэтому, ребята, пожалуйста, мы вас очень просим, мы вас очень любим. Мы стараемся уважать вас, просим уважать нас. Просим вас подарить действительно детям счастье, действительно радость. Действительно радость одной полезной игрушкой, чем 10-ю, 20-ю посылками, да, ну, игрушками, которые нам придется отдать просто кому-то потом. Поэтому спасибо вам за понимание. Не знаю, мы старались быть очень аккуратны в словах, заметьте. Потому что мы знаем, мы просто люди открыты, мы любим говорить то, что думаем. Но понимаем, что это нужно говорить как-то с мудростью стараться. Мы старались, мы не знаем еще как, еще как осторожнее в этом всем сказать, вам донести. Надеемся, что вы нас поймете еще раз. Просим простить, кого, может быть, обидели. И можно такую просьбу, ребятушки. Очень и очень вас прошу. Это вспомнила в последний момент. Я обратно же, я никого не... У меня просто как-то хочется это все адекватно сказать, чтобы никого не задеть, не обидеть. Вещи имеют такую особенность не подходить. Я имею в виду вещи, вот такие вещи, вот такие. И иногда бывает такое, что человек отсылает какую-то вещь, ну, носить. То ли по размеру, то ли по фасону. Вещь может быть классная, например, там, дорогой. В вашей семье такое носят. Лично вы любите такой стиль. Лично вы носите такие, там, не знаю, такую футболку с таким разрезом. Или там такую кофту. Или юбку такой длины, да, с таким разрезом. Но это насколько индивидуально. Если вдруг вы надумаете отправлять, пожалуйста. Я вас очень прошу, советуйтесь. Ну, насколько жалко. И было несколько вещей, которые пришли, вы видите, я их не ношу. Только из-за того, что не сошлись размеры. Либо вещь большая, либо вещь синтетическая, которую я не могу физически одеть. Я такое не ношу. Не в том, что бзик, что я не ношу. А в том, что тело не воспринимает. Или, например, мне вырез такой категорически не идет. Я его на духу не переношу. И человек прислал шикарную вещь. Там, льняную, например. Или хлопковую. Шикарная. Но стиль совершенно немой. Фасон немой. Я в такой жизни, например, не еду. И насколько жалко. Потому что человек вложил сердце. Вложил. Ну, как бы, ну, прям, ну, душа кричит. Сердце болит. Ребятушки. Ну, не знаю. Там обувь, например. Вот предлагают люди выслать. Я надеюсь, вот, ребятушки. Будем надеяться, что они подойдут. Выслать девочкам сандалики. Анечке, Пашеньке. Потому что я объясню девочке. Я объясню. Обувь. Это насколько. Одно дело у вас. Обувь осталась после ваших ребятишек. Вам ее не нужно покупать. Вы хотите выслать. Мы принимаем все с радостью. БУ, не БУ. Мы любим вещам радость. Второе дело, когда вы идете на рынок, тратите обувь. А, например, подъем у наших ребятишек не подходит к этой обуви. Вот тут где-то аж. Да не надо ногу поднять. Ну, короче, на ноге пытаюсь показать. И получается, что сандалики, например, приедут. Или там ботиночки какие-то. А они давят или еще что-то. Я даже не знаю. Ну, хотите вы сделать приятно. Мы можем снять что-то от вас. Вышлите там, не знаю, там, денежку на эти сандалики. Мы пойдем примерим. Снимем, как мы примерили. Что мы выбрали. Вам будет приятно. Или, например... И предоставим видеоотчет, видеоролик. Да, что мы сняли, что мы купили. Вот как нам на книжки прислали. Я представляю, если бы женщина, которая отослала деньги на книжки нам, купила сказок нам, которые мы не читаем. Вы представляете, вот разочарование детей. Вот она сделала мудро. Она прислала, говорит, ребята, присылаю денежки на книжку вашим детям. Дети пошли, сами выбрали. Они еще с удовольствием читают эти книжки. То есть, есть вещи там, кофточки, какие-то рубашечки. Есть фасон, который просто... Ну, вещь, это такая чувствительная тема, что либо надо как-то, не знаю, советоваться, либо по размерам. Я даже не представляю, как это лучше сделать. Женщины это больше поймут и воспримут, потому что, чтобы сходить купить что-то, вы идете в магазин и тратите практически целый день, и то можете ничего не купить. Да, примеряешь. Вроде классно висит на сколько я елку выбирала, сколько я платье выбирала. Такой-то кошмар. Ты меряешь, так висит идеально. Меряешь на себя, как старая баба в этом. Ну, честное слово. Поэтому, ну, вот так. Ну, не знаю, что еще сказать. Сказать я знаю, что. Говори. Пока. Спасибо за то, что вы сушили нас, за то, что не обиделись, надеемся. За то, что отнеслись с пониманием.